Наверное нет ни одного человека, который еще не слышал о сериале Игра в кальмара. Я бы хотел искренне вас всех поприветствовать. Я совершенно не удивлюсь, если вскоре даже бабушки у подъездов будут обсуждать нашумевшую дораму от Netflix, а на Новый год дети начнут требовать розовые комбинезоны. Тебе влетит от мамы, если она меня с ним увидит. Как же так получилось, что довольно классическая история об игре на выживание, плотно укоренившаяся как жанр, сначала в комиксах, а теперь уже и в кино и видеоиграх, смогла ворваться в топ сериалов и собрать у экранов больше 100 миллионов зрителей. И это только зарегистрированные пользователи, без учета пиратского трафика. Все началось с Королевской битвы. Это японский фильм 2000 года, снятый по одноименной манге, который, пусть не в одночасье, но нашел своего зрителя и стал основоположником жанра. Уже позднее свет увидели такие картины, как «Страшная воля богов», «Алиса в пограничье» и целая книжная, а потом и кинотрилогия «Голодных игр», автор которой явно вдохновлялась японским прототипом. Все эти истории относятся к жанру антиутопии и в основном развиваются по примерно одинаковому сценарию. Тоталитарная правящая верхушка, которая спонсирует и организует человеческие игры на выживание, и протагонист, он же главный герой человечества, восстает против системы с обнаженным мечом. Да, пара сцен из игры в Кальмара действительно практически идентичны моментам в ранее упомянутых фильмах, но режиссер ультимативно заявил, что его сценарий был написан гораздо раньше. Но при всей, казалось бы, очевидной схожести, при более детальном рассмотрении, игра в Кальмара не такой уже батл рояль. Во-первых, ни в одном из испытаний у игроков не было задачи убивать остальных. Во-вторых, у каждого есть право начать голосование за то, чтобы остановить состязание. И самое главное, антагонистом всей истории становится не государственный слой и не организаторы, а человеческие пороки. Система оказывается не виновата, а источником всех бед и страданий всегда был сам человек и последствия его выбора. Это сериал-аллегория на современное общество, в котором люди гибнут в кредитной кабале, и рано или поздно отчаяние доводит их до того, что они готовы жертвовать своей жизнью ради денег. В итоге получилась драма с крепким сюжетом, открытой концовкой и явным намеком на продолжение. Впрочем, режиссер хоть и подтвердил, что продолжение будет, он отметил, что у него нет решительно никаких идей, что произойдет с выжившим красноволосым миллионером дальше. И вполне вероятно, что в дальнейшем трудиться над сценарием будет целая команда. А вот на часть вопросов по уже вышедшему сезону он ответил. Правда, на вопросы о том, почему сериал наводнен спойлерами на самого себя, предпочел загадочно отмолчаться. Эй, треугольник, позови начальника, буду с ним говорить. Номер 1 Пожалуй, это не так очевидно сначала, но ближе к середине сериала становится понятно, что взятая за основу идея равенства какая-то очень странная. Речь даже не о том, что хоть людей помещают в равные условия с равными правами и степенью свободы. По факту их положение все равно неравноценное. Так как, выражаясь с точки зрения биологии, у более молодых, сильных и развитых особей шансов выйти победителем в любом случае больше. Отсюда вытекает и первый, и пожалуй, главный сценарный спойлер. Зачем брать в игру практически немощного старика, страдающего деменцией? Учитывая, что за шоу наблюдают некие богатые люди, которые делают ставки. Помимо того, что он всю игру был уж очень радостным и воодушевленным, что поначалу можно было принять за проявление болезни, на кадрах, когда Хван Чун Хо, молодой офицер полиции, который пробирается в игру, чтобы найти своего пропавшего брата, листает личные дела игроков, старика и вовсе нет. Список участников начинается со второго номера. И уже на этом моменте многие догадались, что дед не так уж и прост. Более того, в остальных папках тоже нет первого номера. Так что вполне вероятно, для деда эта игра вовсе не первая. А может его место зарезервировано за организаторами, так сказать, для своих. Даже в его имени скрыта подсказка О-Иль-Нам, что по-корейски означает дословно «первый человек». А кстати, у мафии первым еще называют самого главного. Ну и нам ни разу не показали, чтобы деда усыпляли газом в машине, которая доставляла игроков до острова. Существует версия, что во время первой игры кукла Аниматроник вообще не определяла фигуру О-Иль-Нама. И он, можно сказать, был застрахован. Но если приглядеться, то видно, что в этом раунде дед был все же наравне с остальными. Зеленый свет. Раз, два, три. Красный свет. А вот в испытании с канатом дед скорее всего понимал, что у его команды явно нет шансов против более молодых и сильных соперников. Так как в предыдущем испытании Сон Кихун номер 456 помог ему, да и вообще всю дорогу относился к нему хорошо. Старик вспоминает, что некогда был лучшим в перетягивании каната и делится с командой тактикой, которая и помогает им выжить. Когда в общежитии игроков начинается бунт, именно после просьбы О-Иль-Нама в зал врываются охранники и останавливают кровавое безобразие. В то время как мольбы о помощи от остальных участников остались неуслышанными. Возможно, дело в каком-то секретном слове, которое знал только старик. Ну и в конечном итоге номер один практически жертвует собой в игре со стеклянными шариками, чтобы спасти номер 456. Вероятнее всего это и правда просто благородный поступок с его стороны. Хотя зная, что он один из тех, кто отправил 450 человек на бойню, впоследствии верится с трудом. Но с другой стороны, у старика, даже прекрасно знающего правила игры, было не так много шансов пройти испытания со стеклянным мостом. Его банально мог подвести возраст и состояние здоровья. Да и финальный раунд он бы заведомо провалил, так что дальнейшее участие было просто бессмысленное. Только в самом конце истории, когда количество участников стало минимальным, оказалось, что все это время прямо на стенах комнаты находились подсказки. Лаконичные, но вполне понятные рисунки, на основе которых можно было методом исключения понять, какая игра будет следующей. Сейчас в этом уже никакой тайны нет, но почему ни один из присутствующих не обратил внимания на них раньше? Подарочная коробка Еще в первом эпизоде Сон Ки Хун дарит своей дочери подарок, оказавшийся зажигалкой, в не очень-то детской коробке. Позднее аналогичную черную коробку, перевязанную розовой лентой, мы видим в комнате Хван Ин Хо, пропавшего брата офицера полиции, когда тот расследует его таинственное исчезновение. И в конце концов коробки того же дизайна сотрудники игры в кальмара используют для утилизации тел погибших игроков. Конверты Поначалу этот эпизод казался изящным референсом в сторону Матрицы. Два конверта, красный и синий, и игроку нужно выбрать только один, который и решит его дальнейшую судьбу. Но на этот вопрос ответа так и не дали, так что зрителям пришлось додумывать самостоятельно, что изменилось бы, возьми Сон Ки Хун конверт другого цвета. Самой очевидной и лаконичной является версия, что игроки с красным конвертом становятся сотрудниками арены, а синим игроками. Так что вероятно, где-то существует еще одна свинья-копилка, доверху наполненная призовым фондом уже для розовых комбинезонов. Внимание! Всем игрокам собраться в центре помещения. Повторяю еще раз. Смерти всех игроков были предсказаны намного раньше. Поначалу они кажутся случайными, но когда нам показывают небольшие флешбеки из прошлого основного состава игроков, становится понятно, что некоторые еще несколько эпизодов назад сами предсказали свой конец. Игрок 067 Кан Цэ Бёк – самая популярная девушка сериала, на которую после выхода сериала всего за 10 дней подписалось почти 10 миллионов человек. Казалось, что именно она должна была стать центральной фигурой в этой истории. Однако она умирает в финале. Когда Кан Цэ Бёк возвращается в город после первого этапа игры, она встречается с человеком, который должен был помочь ей перевезти мать из оккупированной Северной Кореи. Девушка угрожает перерезать ему горло, если он еще раз обманет ее. И именно эта смерть и уготована ей самой. От рук игрока 218 – Чхо Сан Воо. А вот самим Чхо Сан Воо ситуация немного интереснее. Персонаж представлен зрителям как отчаявшийся человек, который балансирует на грани и уже практически готов упасть на самое дно. Незадолго до финала он лежит в ванной отеля, и несмотря на дорогой костюм, вид у него не очень. Да и обстановка вызывает легкое чувство брезгливости. Некогда одаренный руководитель, а теперь преследуемый за долги аферист, он явно решает свести счеты с жизнью при помощи дымящегося в закрытом помещении угольного брикета. Впрочем, потом он все же находит в себе силы жить и бороться дальше. Но ненадолго. И в самом конце игры жертвует собой ради того, чтобы единственный выживший номер 456 поделился деньгами с его матерью. Можно сказать, он все-таки заканчивает начатое и собственноручно лишает себя жизни. Игрок номер 199 – Али Абдул. Пакистанский эмигрант, который из-за полугодовой задержки зарплаты ограбил собственного начальника и нанес ему серьезные увечья. Также оказался предан Санву, который украл его шарики и по сути подписал Али смертный приговор. В начале этого испытания игрокам сказали разделиться по парам. И люди на радостях выбирали себе в пару тех, кому доверяли. Правда вот уже через пару минут оказалось, что играть им придется против друг друга. А Миньо, которой не досталось пары, была по сути единственной, кто в этом раунде оказался в безопасности. Игрок номер 212 – Хан Миньо. Хоть она и называет себя матерью-одиночкой, эта истеричная женщина явно не похожа на Тихоню. Ее типаж, пожалуй, знаком всем. И будьте уверены, если подобная своенравная дамочка что-то решила, то она своего добьется. Так и здесь. Ее слова о том, что они с игроком 101 вместе выйдут из игры, оказались пророческими, хоть и не в самом романтическом смысле слова. Ты предал меня и умрешь за это. Игрок 101 – Чан Док Су. Гангстер в бегах. Во время решения каких-то вопросов, ему приходится столкнуться с недружелюбно настроенным отрядом другой мафии. И чтобы спастись, у него не остается иного выбора, кроме как прыгнуть с моста. Первый раз ему удалось остаться в живых, но в пятой игре он погибает аналогичным образом. Игрок 111 – Пен Ки. Врач, который в обмен на информацию о предстоящих игр, тайно сотрудничает с группой коррумпированных охранников, торгующих органами погибших участников. Он оказался в бедственном положении именно за этот грех. Обман системы ради собственной выгоды. И продолжил заниматься тем же самым на острове, за что и поплатился собственной жизнью. Отец и сын Существует немало теорий о том, что Оиль Нам и Сон Ки Хун на самом деле являются родственниками. На это косвенно могут указывать то, что между ними завязалась своеобразная дружба. И на протяжении всего повествования зрителя не покидает ощущение, что старик что-то знает не только об игре, но и о номере 456. Так, например, в сцене, когда Сон Ки Хун просит заменить его молоко, ссылаясь на непереносимость лактозы, старик со смехом вспоминает, что его сын был таким же. А во время игры в шарики они и вовсе гуляют по декорациям, подозрительно напоминающим район главного героя. А дед ностальгически вспоминает, что когда-то давно он и сам жил в таком месте. Впрочем, эта теория кажется не очень состоятельной по причине того, что если бы это на самом деле было так, то почему тогда отец не признался во всем сыну на смертном одре, а вместо этого втянул его в еще более жестокую игру? Ведь когда они оба равнодушно наблюдают за тем, как человек замерзает на тротуаре, добрый и сострадательный Сон Ки Хун даже не дернулся, чтобы самому выйти и помочь обреченному на смерть человеку, а прилежно соблюдает правила Пари, установленные выжившим из ума стариком. Этот эпизод можно рассматривать и с философской точки зрения, в контексте эволюции личности главного героя и обнажения так называемой темной стороны. Мол, его бездействие в данной ситуации показывает, что не такой уж он и душка, и втайне тоже не прочь понаблюдать за страданиями других. Так чем же он тогда лучше создателя этой игры? А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал, оставить комментарии и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok